Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Перед вами модель под названием GAU-G5S Это восьмиядерный аналог от этой компании Уже была эта модель на рынке, но на четырехъядерном процессоре Сейчас это восьмиядерный MTK6592 И будем рассматривать эту модель Поставляется она в такой же коробке Версия этого смартфона 2,16 4,5 дюймов G5S 2 гига оперативной памяти 16 встроено В комплекте Здесь в принципе ничего особенного Это только зарядка и USB кабель GAU как всегда Очень минималистичный В плане комплектации Итак, смартфон По дизайну, по опыту продаж Очень нравится нашим покупателям Дизайн у него выполнен такой под iPhone Металлический корпус Спереди Gorilla Glass Что мы видим у нас спереди на дисплее Это три сенсорных кнопки Кнопки снизу Они чуть-чуть подсвечиваются Это меню домой-назад Фронтальная камера на 3 Мп Динамик Единственный, который разговорный Датчик приближения Датчик освещения Также есть индикатор пропущенных звонков Сверху разъем под наушники С этой грани кнопка включения-выключения Тут качелька громкости разделена Также на две кнопки Кнопка плюс и кнопка минус Снизу у нас основной динамик Внешний, микрофон и USB разъем Сзади есть 13-мегапиксельная камера Есть хорошая вспышка Есть логотип GI И вот эта вот крышка Которая снимается очень проблематично Но я вам продемонстрирую, что там внутри Вот этот вот пыптык, нужно рычажок Нужно поднять его вверх И тогда крышку можно будет более-менее нормально Открыть Под крышкой мы видим Два слота под симки Здесь GSM плюс WCDMA Большая стандартная сим-карта И маленькая микро И карта памяти Аккумулятор здесь на 2000 мАч Вот в принципе такой корпус По корпусу, что могу сказать Корпус очень крутой Действительно материалы Сборки Ну отличные Единственное, что Немножко неудобно закрывать эту крышку Нужно прилаживать такие усилия По корпусу Я не могу сказать, что Что здесь есть какие-то минуса Все собрано отлично Смартфон монолитный Очень такой увесистый При этом небольшой абсолютно То есть отличная модель По дизайну я уже высказывал Свою точку зрения Что мне дизайн не особо нравится Так как он похож на айфон Либо нужно было делать уже Прям точную копию айфона Либо нужно было делать Свой собственный какой-то дизайн Но сейчас не об этом Я эту мысль высказывал еще в обзоре На четырехъядерную модель Программа Antutu нам продемонстрирует Все технические характеристики 27 тысяч баллов набирает эта модель Это очень классный показатель 4.2.2 Android G5s MTK6592 450 Mali Графический ускоритель HD разрешение Здесь 1280 на 720 13 мегапиксельная камера Здесь 2 гига оперативки И 16 встроенных Каждое ядро По 1.7 гигагерца Максимум частота Фронтальная камера на 3 мегапикселя И в принципе все Мультитач у нас в этой модели 10 точечный Не знаю зачем на таком экране Даже пальцы поставить Но очень тяжело 10 точек касания По поводу датчиков Датчик приближения Датчик освещения GPS Wi-Fi Bluetooth естественно Есть Хорошая мне понравилась Как работает в этом смартфоне вспышка NFC здесь нету OTG он поддерживает И есть полноценный Нормальный гироскоп То есть А не просто значок С галочкой Прошивка расифицирована Никаких багов я не заметил Версия прошивки И номер сборки Вот такое Единственный минус Который я заметил Это когда они к нам пришли Здесь не было русской клавиатуры Здесь было только Вот эти вот иероглифы снизу Ну через Play Market Все в принципе легко ставится Go Keyboard И все нормально И потом можно нормально работать С телефоном С нормальной клавиатурой С английской И с русской Прошивки Все на русском языке Все основные настройки Здесь ничего особенного нет Быстрое меню запуска И тому подобное Касательно экрана Экран здесь Очень классный Мне нравятся такие экраны Он очень яркий Очень такой сочный Здесь IPS матрица Здесь OGS Естественно Никаких воздушных прослоек Здесь нет Экран Очень классная яркость Есть минимальный уровень Вот такой вот И есть вот такой вот максимальный Углы обзора классные Все в этом плане тоже отлично Но Сейчас вам покажу Во-первых Углы обзора На более светлых картинках Каких-то То есть Экран действительно Хороший и качественный Но Когда темные картинки Я смотрю И тем более Смотрю их По диагонали То изображение Несколько светлеет Ну Это аналогично То есть Это в самых Только самых крутых Экранах Такого нет Как бы Чуть-чуть Более Простые дисплеи И такой эффект Появляется Это абсолютно Несущественно Что меня однозначно Порадовало В этом смартфоне Так это Звучание Если сравнивать Его с MTK6592 То есть С восьмиядерными Смартфонами То я могу С уверенностью Сказать Что звук Через наушники Здесь один из лучших Также мне понравилось Звучание Разговорного динамика Плюс микрофон Тут уже Всегда Очень громкие Динамики Очень хорошие Микрофоны И Слышно Ну Действительно Громко И чисто Без каких-либо Искажений Касательно Звучание Внешнего динамика Сейчас вам Продемонстрирую Он тоже Довольно-таки Громкий Хороший Хороший Звук Хорошее Качество Все это На нормальном Уровне Реализовано По производительности Восьмиядерный Смартфон Два гига Оперативки И HD Экран Дадут нам Классные Баллы Что в Antutu Что FPS Поэтому С производительностью Никаких проблем Продемонстрирую Пару игрушек Вам Продемонстрирую 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 В общем, в плане игр мне смартфон понравился, однозначно не глючит, нормально все запускается. Можно играть в любую современную игру. Что касается аккумулятора, аккумуляторы в 8-ядерных смартфонах МТК это очень слабое место. И поэтому очень интересно было мне, как же будет справляться с этой задачей эта модель. В Antutu тестере набрал этот смартфон 510 баллов. При воспроизведении YouTube видео с Wi-Fi с максимальной яркостью это 3 часа 50 минут со 100 до 5%. Также хочу продемонстрировать диаграмму разряда аккумулятора, что она ровненькая, без скачков туда-сюда, значит аккумулятор действительно качественный. И время работы в режиме игры 2 часа 12 минут. Не могу сказать, что это такие супер хорошие результаты по аккумулятору, но я не могу сказать, что это и плохие результаты. Это результат на уровне THL V200S, например. По аккумулятору нормально, вполне. Касательно GPS, здесь тоже все работает. Ловит он спутники. Ловит довольно-таки быстро. Вот 10-секундный старт у меня был. Спутники я тестил в помещении. Спутников словил он немного, около 4 штук. Вот 5. Но я думаю, что если выйти на улицу и дать ему немножко больше времени, то он словит больше спутников. Камера здесь на 13 мегапикселей основная и на 3 мегапикселя фронтальная. Что хочу сказать по поводу камеры. Камера действительно мне нравится в этом смартфоне. Вот это вот фото и вот это я делал в кромежной темноте, плюс вспышка. Вспышка мне очень понравилась. Вот такого качества получаются фотографии. Немножко размыто, но извините меня, это в полной темноте. Если смотреть, не увеличивать изображение, то тогда все супер. Видео записывает в формате Full HD. Тоже качество супер. Ну а так вот, макросъемку сейчас продемонстрирую вам. Вот. Так вот. То есть, ну камера действительно крутая. Я еще сделаю пару фоток на улице. Покажу вам видео тоже, то, которое я снял. По камере однозначно у меня претензий нет. И фронтальная камера. Она без автофокуса, но качество тоже отличное. В общем, вот такой вот обзор получился. Вот такой вот смартфон. JU-G5S. Очень удачная модель. Очень популярны они сейчас. Популярны были даже и четырехъядерники. За счет вот этого корпуса, за счет металла. За счет, может быть, похожести к айфону. За счет такого экрана и камеры. Из минусов. Какие, я могу сказать, минусы у этого смартфона? Да, в общем-то, никаких. Все здесь на уровне. Все здесь. Здесь нет каких-то таких слабых сторон для меня лично. По прошивке. Прошивка стабильная. Ничего не вылетает. Не перегружается. То есть, здесь нареканий от меня тоже вы не дождетесь. В звучании тоже обычно говорю, что мне звук не нравится в МТК 6592. Тут звучание мне нравится однозначно, потому что оно одно из лучших среди МТК восьмиядерников. Производительности достаточно. Аккумулятор нормального уровня не слабый. Поэтому вот такой вот смартфон. Единственное, что... Ну, про дизайн я буду молчать. Спасибо за внимание. Всем, кому понравилось, подписываемся. Ставим лайки, комментируем. Будут новые видео обязательно, как только будет новый товар. Всего доброго вам. Субтитры сделал DimaTorzok